Добрый день. В студии Александр Власкин и программа «Разговорочки в сети», в которой мы традиционно рассказываем о тех самых новостях, о которых активно говорили, писали, обсуждали, в общем, которые активно читали и обсуждали зарубежные читатели средств массовой информации. Кроме того, мы затрагиваем тему того, что же говорили о Беларуси и о белорусах в тех же самых зарубежных средствах массовой информации и что по каким-то причинам не доползло и не дошло по интернет-сетям до белорусского читателя или зрителя. Программа пишется в пятницу, все с нетерпением ожидают конца света. Я же, например, ожидаю того, когда наконец вся эта истерия с этим самым концом света закончится. Естественно, что не затронуть эту тему в передаче было бы глупо, поэтому я решил отобрать наиболее, пожалуй, интересные факты о приближающемся или уже прошедшем, если вы смотрите эту передачу после пятницы в конце света. Мне тут сообщили, что, по всей видимости, монтаж этой программы успеют сделать до этого знаменательного события, так что, скорее всего, хоть кто-то сможет ее посмотреть, даже если конец света наступит. Очень интересно готовятся к приходу последнего дня жители французской деревушки Бугураж. Рядом с деревней находится гора, и вот какие-то из толкователей летописи мая решили, что именно на эту гору приземлиться НЛО, либо это гора разверзнется, из нее выйдет инопланетяне и спасут тех, кто будет находиться рядом с деревушкой Бугураж. Поэтому местные полицейские блокировали подъезд к деревне, местным жителям выдали пропускать для того, чтобы они могли вернуться домой, а самих местных жителей не подпускают горя для того, чтобы избежать толчи, давки и прочее в ожидании этого самого НЛО, которое будет спасать последних землян. Вообще, какая-то дикая, по-моему, история. Сейчас, я думаю, в этот момент, когда пишется эта передача, большое количество французов и приезжих во Францию пытаются ворваться в деревушку Бугураж для того, чтобы инопланетяне спасли на своем летательном аппарате их. Ну что ж, как говорится, пускай им сопутствует удача, если что-то действительно случится, то пускай НЛО приземлиться и их спасут. Как известно, в Москве в бункере 42 проходит вечеринка, которая началась вечером 20-го и закончится на рассвете 22-го числа. В этом самом бункере расположено в нескольких десятках метров под землей. Играет музыка, разливаются спиртные напитки, и народ веселится по случаю конца света и так далее, и так далее. Ну, я думаю, что вот помятые клятые, они выйдут оттуда с утра 22-го и поймут, что зря они потратили деньги, но, как говорится, кто им помешает. Ну и, наконец, лучше всех подготовились к концу света предсказанному якобы мая жители небольшой деревушки в Анатолии, так как кто-то из очередных толкователей заявили, что вот якобы именно эта деревушка станет центром спокойствия, так сказать, оком урагана, где все будет тихо среди того мира, где все будет рушиться, падать и крушиться. Местные жители сварили крепленое вино для тех, кто приезжает к ним пережить конец света и угощают каждого при въезде стаканчиком этого самого вина, вот этого вот местного турецкого бырла. Вот там все граждане будут пережидать в тишине и спокойствии то, что будет происходить в мире. В Китае также подготовились к этому знаменательному событию и арестовали 100 человек представителей христианской секты Божьевсемогущей, которые ходили по двери к двери, сообщая о том, что вот-вот наступит конец всему, солнце перестанет светить и пропадет электричество на три дня, люди будут помирать, как мухи, и только представители вот этой самой секты китайских христиан Божьевсемогущей смогут спасти человеческие души. Китайские власти долго терпели и буквально за два дня до 21 декабря арестовали сотни представителей этой самой христианской секты для того, чтобы они не разносили вот эти вот погодные слухи среди работящих китайцев. На этом все как бы успокоилось, и я так полагаю, что в Китае никто, кроме тех, до кого представители Божьевсемогущего дошли, уже конца света не ожидают. Наступила, как говорится, тишина и спокойствие. Кстати, в соответствии с опросом агентства рейтер примерно 10%, то есть каждый десятый житель планеты испытывает беспокойство по поводу того, что должно сегодня произойти. Ну, произойдет или нет, посмотрим. Вечер еще не наступил. Ну и, как сообщила, наконец, последняя новость, как сообщила СНН, сами майя, потомки тех, кто составлял вот этот вот календарь, из-за которого весь сыр-бор, ни разу не верят в то, что в пятницу 21-го случится окончание всего на этой планете и смеются над теми, кто в это верит. Вот такой вот набор фактов о пятнице 21 декабря 2012 года, в которой 10% населения планеты с нетерпением ожидали крушения атомной войны или чего угодно. В Российской Федерации и Литве другая проблема, которую активно обсуждают, и связана она с огромными очередями в Литовское посольство перед праздниками. Об этих очередях написал известный корреспондент газеты Коммерсант Колесников. Он заявил, что в настоящее время россияне выстраиваются в Литовское посольство в очереди, как в советское время за пивом. Некоторые занимают очередь даже в 2 часа ночи для того, чтобы успеть раньше остальных предварительной записи. Почему-то Литовское посольство для выдачи виз не ведет. В то же самое время на 15-20 градусном морозе рядом в автомобилях дежурят страховые агенты, потому что Литовское посольство не выдает шенгенские визы без страхования здоровья. Впрочем, белорусам-то это все знакомо. Есть только одна небольшая разница. Литовское посольство в Москве не выдает визы, если страховка заполнена от руки. Поэтому страховым агентам, которые дежурят в автомобилях рядом с посольством, пришлось раскошелиться и купить печатные машинки второй половины 20 века, которые продавались рядом в антикварном магазине. Они заполняют страховые полицы на этих самых печатных машинках, которые часто ломаются на морозе. Вообще же, те, кто занимают очередь 2 или 3 часа ночи, оказываются сильно удивлены тем, что появляются в 6-7 часов утра люди, которые заявляют, что еще вчера были составлены списки очередей. Люди пишут на руках номерочки ручками, прям как в советское время в очередях. Ну, не за пивом, а за обувью точно писали номерки. Я это, например, еще помню. И вот такой вот ужас происходит в настоящее время. Литовцы оправдываются и заявляют, что все это связано в основном с праздниками. Консульское отделение посольства работает в полную силу. Все работники, даже те, кто простудились, вышли на работу для того, чтобы обеспечить россиянам бесперебойный выезд в шенгенскую зону. Но, тем не менее, усилия пропадают в Туни. И вот того объема, который готово предоставить литовское посольство и его консульский отдел, явно не хватает. Поэтому москвичи вынуждены страдать. И проблему нужно как-то решать. Литовцы об этом знают. И в России, и в Литве активно обсуждают происходящее. Россияне говорят, что им нравится ездить в Литву, в Дурский, Нинкай и вообще в Европейский Союз. Поэтому они готовы пострадать. В то же самое время сами литовцы и многие другие россияне заявляют, что незачем ездить в Литву, можно съездить в Беларусь, якобы услуги не хуже. Вот таким вот образом упоминается и наша страна на этих форумах. Как говорится, проблема затронула своим крылом и нашу синякую родину. В Соединенных Штатах произошел огромный, я бы сказал, прорыв на Ниве Ютьюба. Даже не в Соединенных Штатах, а, пожалуй, наверное, что во всем мире. Пожалуй, самый успешный ролик побил все рекорды на минувшей неделе. Во вторник был выложен сюжет о том, как Беркут нападает и крадет ребенка, причем проносит его буквально-таки несколько метров и роняет. Причем в описании ролика было заявлено, представьте, что бы было, если бы Беркут не выронил ребенка, а унес его куда-то там к себе в гнездо. То есть он, по всей видимости, посчитал ребенка за овечку. Буквально за день, со вторника до среды, видео набрало 5 миллионов просмотров. В настоящий момент, я проверил, там уже числится 24 миллиона просмотров, то есть меньше, чем за неделю. Подобной успешности ролика на Ютьюбе, пожалуй, еще не было. И это все при том, что выяснилось, что на самом деле ролик этот фальшивый и смонтированный. Сделали его студенты какого-то из канадских колледжей. Они изучают киноискусство, и вот таким вот образом они развлекаются и учатся. Сделали этот ролик, выложили в интернет, они сами не знали, что он получит такую безумную популярность. И колледж, в котором обучаются эти студенты, выпустил заявление о том, что ролик на самом деле монтированный и фальшивый, но тем не менее он до сих пор пользуется огромной популярностью. И многие из тех, кто заходит на Ютьюб и оставляют там свои комментарии, не верят в то, что можно сделать такой монтаж. И просто что публику пытаются успокоить, и что на самом деле в Канаде водятся хищные беркуты, которые могут украсть ваших детей. Вот такая вот интересная история. В то же время вирусной в интернете стала другая фотография с Бараком Обамой. Вообще известно, что Барак Обама появляется часто на фотографиях, которые получают вирусный характер и активно пересылаются друг к другу пользователями интернета. То он здоровается за руку с рабочим, который кладет штукатурку в Белом доме, то он смотрит на филейную часть какой-то девушки на каком-то международном саммите. Ну и вообще человек развеселый. А вот на этой фотографии он играется с сыном одного из представителей обслуживающего персонала Белого дома. Ребенок одет в Человека-паука и якобы стреляет сетью в Барака Обаму, который прикидывается, что якобы эта сеть на него попала, и он запутался, и вот прочее всякое такое. Ну, сразу появилось множество комментариев. В основном они сводятся к тому, что многим хотелось бы, чтобы у них, когда они были детьми, был такой папа, как дядюшка Барак. Ну, естественно, в принципе, я думаю, что фотография любого руководителя, любого ранга подобного характера, если бы она появилась в интернете, стала бы популярной. Она много говорит о характере президента Соединенных Штатов, но, к сожалению, она немного говорит о его качествах как политика. Впрочем, как известно, Барак Обама стал, несмотря на результаты опроса Человеком года, журнала Тайм, так что, по всей видимости, и как и политики о нем думают очень и очень неплохо. Еще одна новость, которая активно обсуждалась в Соединенных Штатах Америки, новость о судьбе азербайджанца Михаила Себастьяна. Вообще, это человек очень нелегкой судьбы, как выясняется, и вот, то есть, по жизни ему не везет, и в очередной раз ему не повезло год тому назад. И вот все это невезение продолжается на протяжении целого года. Он застрял на американском самого тропическом острове в Тихом океане, который принадлежит к Соединенным Штатам, и не может оттуда в течение года выехать. Его приютила какая-то семья, в которой он живет. Он пользуется местным Макдональдсом, где бесплатный Wi-Fi для того, чтобы со своего мобильного телефона слать со со своим друзьям в Соединенных Штатах Америки и в других странах, где у него есть друзья и знакомые с просьбой хоть как-то решить его проблему и помочь ему выехать с американского само обратно на континент в Соединенные Штаты. Судьба у него сложная. Сам он азербайджанец, и во время Карабахского конфликта, для того, чтобы не пострадать во время военных действий, он бежал в Туркменистан. Но, как выясняется, Михаил Себастьян гей, а в Туркменистане быть геем незаконно. Поэтому ему пришлось бежать и из Туркменистана, и незаконно перебраться в Соединенные Штаты Америки, где он сдался властям и получил вид на жительство. Но проблема заключается в том, что у Михаила Себастьяна есть только один паспорт, и это паспорт Советского Союза, страны, которая не существует. Соединенные Штаты паспорт ему не выдали, азербайджанского паспорта национального у него никогда не было, Туркменистан паспорт ему не выдал, потому что он гей. И вот поэтому единственный документ, удостоверяющий его личность, это краснокожая советская паспортина. Из-за вот этой вот проблемы, из-за того, что Советского Союза не существует, Михаил Себастьян не мог покидать территорию Соединенных Штатов, потому что единственный документ легальный, у него это вид на жительство в Соединенных Штатах. Он переговорил с американскими миграционными властями, и те заявили, что он может выехать на отпуск на американское самоо, потому что это американская территория. Но не проконсультировавшись со специалистами, Михаил Себастьян поехал на американское самоо через западное самоо, даже не подозревая, что это независимое государство. Теперь выбраться обратно он не может, потому что у него нет ни билетов, ни возможности выехать напрямую в Соединенные Штаты, а западное самоо не выпускает его, потому что у него нет никаких легальных документов, подтверждающих его личность, кроме краснокожей советской паспортины. И вот год Михаил Себастьян торчит на западном самоо, без работы, без средств к существованию, только добротой приютившей его семьи может там выжить. И год пытается каким-то образом решить свою проблему. Вот такая вот нелегкая судьба, которую активно обсуждали американцы. И, по всей видимости, я думаю, что иммиграционные власти и пограничные власти Соединенных Штатов каким-то образом все-таки, наверное, помогут Михаилу Себастьяну после того, как его проблема была озвучена множеством национальных и региональных каналов в Соединенных Штатах. Вот такие вот интересные истории случаются с людьми, с постсоветскими гражданами. Будем надеяться, что ни с кем из белорусов такое не произойдет. Хотя, конечно, пребывание на тропическом острове неплохо, но заключение на тропическом же острове все-таки совершенно другая история. Что касается европейского континента и французов, то в Париже на нынешней неделе обсуждали чрезвычайно важную новость. В Париже открылась новая станция метрополитена, меньше, чем в Минске, где недавно открылось три. Но, тем не менее, французов эта новость чрезвычайно возбудила. На новую станцию, которая называется Фронт Популяр, то есть Народный фронт, и находится на 12-й линии парижского метрополитена, съехались французские звезды, руководители города и страны. Вот можно видеть в сюжете, что они дружно катаются на поезде, поезд приходит на станцию, и вообще вот всеобщие веселья и радость. Ну, не понимаю, почему на самом деле, потому что Париж, как известно, самый обеспеченный метрополитеном город в мире, то есть наименьшее расстояние между станциями метро именно в этом городе, и можно добраться с легкостью в любую точку, то есть самая развитая сеть метрополитена в Париже. Но я думаю, что это может быть как раз и именно потому, что французы так сильно радуются каждой из новых открытых станций метрополитена. И еще одна новость из Франции, которую я решил прилепить к парижскому метро. Одно из международных, одно из международных консалтинговых агентств, Promis de Stars, или Promis de Stars, как называют его французы, провело исследование среди французов разного пола от 18 до 35 лет. Опрос проводился в течение месяца, было опрошено несколько тысяч респондентов о том, какие же женские духи больше всего нравятся французам, этим самым законодателям мод в области парфюмов. Естественно, что эта новость интересует не только французов, но и, наверное, весь мир, потому что, понятное дело, если французы законодатели мод в области парфюмов, то многие захотят за ними последовать. Итак, выделена десятка женских парфюмов, которые пользуются наибольшей популярностью на территории Франции. Эти духи Jador от Dior, Miss Dior, Chanel No.5, неувядающие на протяжении последних нескольких десятков лет, Nina от Nina Ricci, Flower от Kinzo, Parisien от Yves Saint Laurent, La Petite Robes Noir от Garlen, переводится как короткая черная платица, Trésor от Lancome, La Première Parfume от Lalite Olympique et L'Erre от Nina Ricci. Вот такими вот парфюмами пользуются французские женщины, и эти самые парфюмы нравятся как женщинам, так и мужчинам-французам. Я думаю, что эта информация может показаться полезным белорусским женщинам и белорусским мужчинам. Белорусским мужчинам для того, чтобы выбрать духи для подарка своим подругам на Новый год и Рождество, а женщинам для того, чтобы, если они сомневались, какой парфюм им стоит купить. Если говорить о звездной жизни и популярности, то надо рассказать об еще одной американской новости. Восемь месяцев тому назад был арестован мужчина Крис Чейни, который ради собственной забавы взламывал мобильные телефоны звезд. Он был хакером, его очень интересовала личная жизнь звезд. Так вот он взломал порядка 50 мобильников, звезд, среди которых такие всемирно известные личности, как Скарлетт Йоханссон, Кристина Агилера и Мила Кунис. Сначала он делал это для собственного развлечения. Как он потом заявил в интервью CNN, это было очень интересно, как будто читать нередактированные блоги, влезть и наблюдать жизнь звезд сблизи, то есть читать их эсэмэски, смотреть фотографии и прочее, прочее, прочее. Все это его чрезвычайно увлекало, и когда он начал, как он заявил, он просто не мог остановиться. Он сперва не скачивал фотографии, но когда он обнаружил фотографию обнаженной Скарлетт Йоханссон на ее телефоне, он все-таки не удержался, ее сохранил. И кому-то из друзей за пивом проболтался о том, что такая фотка у него есть. Кто-то написал ему анонимно в интернете и попросил продать эту фотографию. Он и продал, после чего, естественно, Скарлетт Йоханссон пожаловалась в полицию. Многие звезды начали волноваться из-за того, что многие из их фотографий могут появиться в прессе. Его нашли, арестовали 8 месяцев тому назад. И вот буквально в четверг Криса Чейни приговорили к 10 годам в тюрьме за то, что он вмешивался в прайвеси голливудских звезд и вот таким вот образом продавал фотографии. Ну что ж, как говорится, по делам воронаука, а я думаю, что, в принципе, то, что произошло, может послужить уроком и другим гражданам, которые попытаются каким-то образом влазить в жизнь звезд. Впрочем, я думаю, белорусские звезды будут только рады, если кто-то влезет в их телефоны и таким образом распропагандирует их и поднимет им популярность. Перейдем к новостям, которые тем или иным образом касаются нашей страны. На прошедшей неделе почему-то очень много писали о проблемах миграции в Польше. BBC выпустила целую большую статью по поводу того, что Польша постепенно становится новым центром европейской миграции. Значительные экономические успехи в Польше, которые, пожалуй, больше, чем у любых других новых членов Европейского Союза, привлекают приезжих в эту страну. Несмотря на то, что сейчас всего 0,1% людей, проживающих в Польше, родились вне этой страны, количество приезжих все больше и больше увеличивается. Что характерно, среди наиболее часто въезжающих в Польшу не только вьетнамцы, лаосцы и другие азиаты, включая китайцев, но, естественно, украинцы, белорусы, а также немцы и англичане, которые также начали активно приезжать в Польшу. То есть наметился обратный процесс. Если несколько лет тому назад поляки активно выезжали в Германию и Великобританию, то сейчас представители германской и английской национальности начали активно ехать в Польшу, потому что и цены там ниже, и зарплата не хуже, чем в их странах. В то же самое время на минувшей неделе в Польше случился достаточно большой скандал в четырех центрах, где содержатся нелегальные мигранты. В настоящее время в Польше таких центров шесть, там содержится 375 граждан, которые нелегально проникли на территорию Польши. В основном это представители таких граждан, как Грузия, Чеченская республика, украинцы и белорусы, само собой разумеется. Среди 375 людей, которые содержатся в этих шести центрах для нелегальных мигрантов, 33 ребенка. Условия там, по всей видимости, не очень хорошие, потому что в четырех из этих центров в Белостоке, Лесноволе, Белой Падляске и Пшемысли была организована голодовка, в которой участвовали 70 содержащихся там нелегальных мигрантов. Они заявили, что с ними плохо обращаются, их плохо кормят, и вот голодовкой пытались решить собственные проблемы. Буквально через несколько дней во все эти четыре центра содержания нелегальных мигрантов приехали представители правозащитных организаций и пообещали поговорить с польским правительством для того, чтобы условия содержания были улучшены. После этого голодовка прекратилась. Вот такие вот проблемы и вопросы возникают с польской миграцией, иммиграцией, эмигранцией и нелегальными мигрантами в республике Польша, что, естественно, касается каким-то образом и республики Беларусь. Если продолжать говорить о нашей стране и о том, о чем писали, странным образом Минск оказался в двадцатке городов, привлекательных для инвестирования в гостиничный бизнес. Ресурс Top Hotels провел собственное исследование, определял в основном, конечно, привлекательность городов почему-то только по одному параметру — по размеру вложений в гостиничный бизнес в этих городах, сравнивая с количеством населения этих городов, а также с количеством строительства новых гостиниц на их территории. Так вот, Минск оказался в двадцатке на десятом месте, что, в принципе, очень и очень даже неплохо. Надо сказать, что нас опередили Москва, Стамбул, Лондон, Петербург, Берлин, Мадрид, Киев, Рим и Париж. Вот в такой вот неплохой компании оказался Минск, но я думаю, что, в принципе, всем известно, каким образом строятся гостиницы в Минске. И, может быть, на самом деле Минск не настолько уж и привлекателен, как это могло бы показаться с первого взгляда. Но, впрочем, если оценивать по тем критериям, по которым его оценивали топ-хотелс, то, скорее всего, на самом деле так оно и есть. Ну и последняя новость, которая, опять же, косвенно касается нашей страны, связана с английскими слонами. Английскими цирковыми слонихами Мактой, 45-летней, и Дженни, 48-летней. Две слонихи ехали из Новосибирска в Минск. Их погрузили в железнодорожные отапливаемые вагоны, и поезд уже выходил из Новосибирска для того, чтобы направиться в белорусскую столицу. Я так и не понял, то ли здесь намечалась пересадка, то ли какие-то цирковые выступления. Но неожиданно отапливаемые вагоны загорелись, и слоних скоропостижно из них вывели для того, чтобы спасти от пожара. Слонихи выскочили на мороз, на улице было минус 41, и что дальше было делать с этими животными, которые, естественно, в естественной природе никогда таких температур не видели и не нюхали, никому было непонятно, потому что до ближайшего отапливаемого помещения, куда двух слоних можно было ввести, было очень далеко. Слоних быстро очень пешком транспортировали в город, но они начали замерзать, и дрессировщики проявили инициативу. Они сбегали в ближайшую лавку, купили 10 литров русской водки, развели ее с горячей водой и напоили слоних. Слонихам после этого стало легче, и я даже думаю, что им немного захорошело. И вот за то время, пока слонихи, отпоенные водкой, ожидали решения своей участи, обнаружили, что их можно завести в спортивный зал близлежащей школы, где они и провели время в ожидании следующих вагонов на Минск. Все решилось хорошо. Ветеринары сказали, что водка слоних спасла. Единственное, что отморожено, немного пострадали слоновьи уши. Но, по всей видимости, ничего сложного не случится. Ампутация не грозит, потому что ожоги от холода не очень сильной степени. Так что приедут в Минск слонихи не сильно отмороженные. Я считаю, что это весьма положительная новость. Я надеюсь, что также слонихи до приезда в Минск протрезвеют. Вот на этом я хотел бы на сегодня закончить. Напомню, что в студии был Александр Власкин. Программа «Разговорчики в сети». Спасибо тем, кто смотрел эту передачу. С наступающими всех вас праздниками. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...